Люся, смотри, пока ты ломаешь дом, Шанель и котята заняли твое жилье. Люся, котята уже сами туда заходят. Шанель пришла. Люся, ты останешься без дома. А где мелкий? Люся, смотри, сейчас реально останешься без дома. Ангелина, самого маленького котенка, назвала пипеткой. Не знаю, где она взяла это слово. Пипетка, ну действительно, реально, где наша пипетка? Реально похожа на нее, когда... Ой, вон, пипетка, иди сюда. Ты хорошая, ты хорошая, да. Ты хорошая. Что? Ты теперь бездомная? Оба, оба, оба. Что она, скажи, нет, нет, не бездомная, скажи. Я просто там полежала, просто грелочку для няни, да? Погрела. Эй, пипетка. Сокращенная, скажи, будет Пеппи. Да? Эй, пипетка. Покажи, как ты бегаешь. Вот самый маленький, он вообще такой, какой-то странный, смешнючий котенок, но за Люсей бегает просто как хвостик. Его можно было еще и хвостиком назвать. Хвост трубой, да? Еду уже ест, как бы уже ест мясо, уже ест кошачий коем. Да. Что, дом делить будете? Садись сверху в Нашанель. Мама и няня. Садись, садись, говорит, садись. Люся, ложись, кайми детей. Ну, Люся, нежнее можно с кошкой. Нежнее, вот так, да. Кажи, ложись, Шанель, ложись. Нежнее, нежнее. Что ты резкая такая? Вот, положила, да. Теперь котят к ней. Да. Ну, не наступаем на Шанель. Угу, угу. Увидела, скажи так, куда прикладывать котят? Да. Куда, скажи, прикладывать котят? Ну. Он этот самый такой симпатичный, веслоушка. Люська. Да. Да. Люська. Посмотрела, я комментарии у Ангелины на канале, где она выкупает у Люськи котят. Опять, скажи, она бежала. Ищи, ищи, что там у меня? Что там не так? Ищи. Она так любит у Вады на руках. Вот. И она сидит там у него, ищет. Что-то. Люся, ушла, Шанель. Ушла. Все. Что, ты искать что-то будешь? Давай. Тут искать нечего, да. Ну. Шанель, что нужно, что я должна сделать? Скажи мне, пожалуйста. Что, выпустить тебя гулять? Как-то мне твое поведение, Шанель, вообще не нравится. У меня такое вот, если бы ты не была кормящей матерью, котятам еще нет и месяца, то у меня такое ощущение было, что ты загуляла. Не знаю, друзья, у нас много нормальных, адекватных людей, которые как бы содержат котов. Напишите мне, пожалуйста, бывает такое или не бывает, чтобы вот кошка кормит, им еще нет месяца, 19-го числа, будет им месяц, но вот как-то она все, и Майсель отсюда не уходит, и Шанель все время просится на улицу, и до котят ей как-то глубоко фиолетово. Да? Что? Не ложится, Шанель, не кормит котят, да? Не кормит. Ты ее укладываешь, ты знаешь, как нужно, да? Скажи, я бы сама покормила, но я еще маленькая. И у меня, скажи, нет молока. Да. Люсь, они няничай, они уже прекрасно едят коем для котят. Им уже по большому счету Шанелька не особо нужна. Вчера Шанель поймала, я не стала вам показывать, даже не каждый может приносить вид мышки. На улице поймала маленькую мышку и принесла котятам, и именно вот пипетки учила, этого малыша учила обращаться с мышками. Вот он, мелкая такая пипетка. И люся. Но спуску никому не дает, да? И нападает, и кушает. Ну, такой шкодный котенок. У него, не знаю, видно, не видно, у него высокий лоб очень. У людей, когда высокий лоб, да? Это значит, говорят, умные. Вот у него высокий лоб. Но то, что он смелый, очень. Видите? Ушки, веслоушки. И люся. Все. Нет? Не ушла, Шанель? Закрыли дверь. Не выпускаем. Не знаю, потому что я очень волнуюсь. Мне стерилизовать, я же ее хочу стерилизовать. Но как бы стерилизовать, пока она кормит, мне почему-то кажется, это неправильно. И в доме ее не сильно задержишь. Напишите, друзья, я знаю, что много смотрят именно людей, которые занимаются, ну, разводят котят, да? Вот сейчас, допустим, именно нужна консультация и помощь. Напишите, пожалуйста. А тогда, когда некогда, так сказать, уже кошатники пишут, уберите обезьяну, она их мучает. Не мучай. Вы слышали, чтобы хоть кто-то из котят или Шанель пикнула? Если бы им что-то было некомфортно. Не-не-не, Шанель, не пойдешь. Не пойдешь. Вот пока мне люди не напишут, может быть, такое или нет. Еще котят? Нам не нужно. Да, нам еще этих раз дать. Вот она ходит. Я и первый-то раз не поняла. Она вот настолько спокойная кошка, что вот она и первый раз, я не поняла, когда она, да, гуляла. У меня была сиамская кошка, которая когда гуляла, она орала так, что там глухой только не услышит. А это как-то все такая тихо-тихо. Вот этот котенок будет пушистый. Тот, что рядом с пипеткой, такой веслоухий. А этот просто пушистый симпатяга. Так что, скажи, очень бы не хотелось. А тем более, если она беременная, как бы стилизовать вместе с котятами. Продолжение следует...